приветствую вас на канале вселенная beautiful world и сегодня мы поговорим о лонгборде но прежде чем мы начнем пора организационных моментов подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте комментарии и не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить новые интересные выпуски нашего канала а теперь поехали сегодня у нас в гостях александр александр я александр расскажи из чего началось твоего увлечения лонгборда да как зашел в конце не в начале пятнадцатого года спортивный магазин декатон и увидел там огромную деку такой похожая на на серфинг ништяк загорелся короче приобрел и начал раскатывать где-то начиная с марта еще сырой так было парк еще такие плитка такая сыроватая такая ну с этого момента и все началось а потом уже по сезону там по 3d и начал каждый сезон покупать несмотря уже всякие остальные там сетапы колеса там подвески это уже ну как по зиме пока она придет доставка и к сезону уже нормально ну вот как то так что такое лонгборд лонг это такая многогранная штука там много стилей и они бывают разные вообще деки там и настройки разные а скейт это чисто трюковой снаряд маленькие легкие симметричные чисто фристайли на нем трюки делать по перилам скатываться там прыгать кикфлипы там всякие щелчки а на лонге там уже много всяких стилей и доски соответственно разные ну смотри а изначально сейчас это короткая история как он появился вот серфили ребята да таки ну серфинг чисто такой большой потом уже когда несезонным надо все равно там навыки поддерживать они к этим доскам поделали колеса и стали на свалке сначала получился лонгборд получается они вышли из воды ну как там рассказывалось короче по легенде вот а потом из лонга сделали уже скейт маленький такой трюковой чисто узконаправленный вот получается сначала лонг потом скейт появился а изначально серфинг ну чисто на воде получается а есть оборудованные места для катания где можно поехать и покататься а в городе там на том же в том же тагане там дофига всяких я знаю как минимум три площадки с фигурами то есть там рампы все все дела классно можно и но чисто так по присталить нужно там дофига там ролики самокатеры скейтеры там ну для лонга надо больше конечно пространство тем менее можно там все покатать позволить про скейт знают многие про лонг нет вот есть противостояние между скейтерами и лонгбордистами война может может вражда не войны нету все дружные как бы там те те же bmx и у меня там знакомый чувачок на бы мысе катая знаю уже вот тоже с 15 года наверно ну классно мы мы с ним нормально ну и то не там же стерео места там но там можно на ту площадку на эту площадку главное не наглеть никого не подрезать и нормально причем там же вот площадка на совмещенная с детская площадка или там это площадка баскетбольная тоже бывает мячи как улетит перед тобой неожиданно дети выскакивают а нормально все это никаких там конфликтов ничего здесь не знаю там точно это но мне кажется от это от рода увлечения не зависит это значит как это уже типа кто круче там хоть на том же пмx и на том же скейте можно разное делать на том же самокате расскажи подробнее об устройстве доски ну значит что конструкция лонгборда да а связи с тем что есть много разных всяких стилей соответственно форма доски бывает разная форма доски под карлинг под фристайл под фрирайд под дэнсинг под что-то еще ну короче чем короче доска имеется тем она более маневренная фристайл фрирайд чем она больше это карлинг и дэнсинг что-то можно было шагать разворачиваться там всякие движения делать танцевать типа да там провернулся там подпрыгнул такой потом идет подвеска да они тоже под стиле сориентированы под даунхил спуск там низкая посадка то есть там угол подвески меньше и чтобы ну как клейвинг как называется посадка была меньше ближе к земле и жесткие бушинг это резиночка которая между подвеской на болте там резиночка за счет которую он так поворачивает она жестче соответственно устойчивее подвеска и тебя не болтает то есть когда летишь вобла называется воблинах когда ты летишь и задняя начинает болтаться короче сильно вот значит все дека разная потом идет подвеска тоже ну есть длина разные соответственно там шире уже чем уже подвеска тем она круче поворачивает трещи для фристайл она хорошо вот чем шире для карва то есть серфиш там плавно так в дуги заходишь ну то там те же пушинги короче жестче мягче чем жестче то есть для спусков до доунхила чем мягче это дэнсинг ну трюковой жанр как он называется подскажи мне фристайл точно вот ну и что там еще ну и колеса колеса разного диаметра разной мягкости или жесткости чем они больше тем сложнее разогнаться накат дольше на спусках на тенн больше диаметра они катятся дольше чем они меньше диаметр тем ну меньше диаметра для фистайла то есть заворачивать подкручивать и жесткость чем жестче тем они легче и срывается скольжение слайд чем мягче тем они более такие гриповые то есть цепляется за асфальт цепки таки не совершишься вот такое устройство короче дека подвеска бушинги резиночка ну и колеса но еще есть там такой болт на нем кстати вот эти бушинги крепятся как он называется кимпинг по моему болт этот его тоже можно гайку слабее делать сильнее помимо бушинга можно еще регулировать просто насколько легче поворачиваться подвеска лучше я могу сказать за устройство без чего она состоит ну и все вот собрал короче себя деку комплит и понеслась а там уже регулируешь под себя от веса зависит чем больше там масса нужно подтянуть потому что можно она может кстати колесо даже цепляться за деку если ты сильно называется не помню как называется он закусывает короче на повороте сильно ну вдавливаешь цепляется колесо за деку и такое неприятное ощущение когда резко останавливаешься на движении и у тебя полет получается вот такая дело вот скажи для поездок на дальнее расстояние его можно использовать а кстати круг круизер еще такая доска точно такая несимметричная за задним тылом загнутым но на дальнее это куда это чисто по месту ну к примеру из подорога в раз в ростов ты бы смог доехать да ну ты что так как маршрутки прицепить не но это не это знаешь это чисто по черте города там тебя надо там допустим к другу загонять идут такой маршрут выбираешь интереснее где чтобы покрытие было хорошее даже не проедешь там по разбитому асфальту ну как бы да круиз круизер прикольная тема тоже можно как бы ну так перемещение по месту типа альтернатива не знаю той же маршрутка например мне знакомый когда я так на работу добирался нормально он тоже такой маршрут выбирал чтобы постоянно было по спуску классно ништяк ну а так на дальнее это конечно не тема лонг это такое средство передвижения если можно его назвать но быстрее чем бегом и медленнее чем на велосипеде все такое среднее ну как то так ну для меня я скажу что такой лонг почему я вообще заинтересовался но это чисто из-за серфа понятно что с этого началось во первых это чисто кайф любимое занятие нравится да это самое главное там 50 процентов этого короче потом это спорт это ну процентов 30 это спорт и остальные это ну как средство передвижения принципе можно назвать средством передвижения рюкзачок накинула и в магнит запиваться но быстрее чем пешком согласись и веселее еще наушники бахнет короче пофиг что там были машины сигналят в городе садим садим по мяч здесь могут подвинуть окей вроде бы все ясно и понятно встал и поехал он вообще в безопасе много люди получают травмы а в отличие от велосипеда на лонге нету тормозов ты не можешь резко затормозить тоже там такие темы были что чувачок там что-то хотел какие-то понты там сделать выскакивает ну вот он едет я еду и он едет и он что-то хотел сделать и выскакивает передо мной немножко затормажив ты либо не выскакивай либо быстрее едь я как-то там короче в звездочку ему баба залетел ну блин короче ну это значит от человека зависит кто знает все эти моменты кто просто так чисто по фонтоваться конечно все таки ну ситуация бывает скажи вот офисных работников много катаются на лонгборде у меня как минимум три знакомых то они короче которые вот работают чисто вот офис на пол кстати да есть один он программистом работает андрюха фатюк он вообще он он начинал скажи мне когда тема сноуборда но на ездить по сезону на всякие там спуски короче да а летом катает на доске первый раз увидел все эти кто такой бородатый короче под опаску тоже постоянно бреет на пенни короче начал хочу за тип такой сайт он состыковались думаю да вот эти покатаю пока сезону на лоне когда сезонная уезжая ну как бы сам понимаешь он работает там каждый день там 5 разбить в смысле 5 дней в неделю программа пишет ну по ходу так вот добирается на дома да и катается в одно время а для кого вообще лонгборд по сути это не только ребенок там подросток но и сорокалетний мужик может на него встать естественно в чем какие могут за ограничения на 25 кто может катать или кому как нравится но хочешь там занимайся шутер запрещают что ли то это спорт она тоже как теннис например что ты не сама он заниматься только там в таком-то возрасте или футбол играть пожалуйста там нужно бегать ну как ну это спорт по-любому там выкладываешься из-за не меня там майкл будет мокрая прям через 15 минут это нормально тот же бег практически классно а девушек много катается ну меньше я думаю я думаю меньше по любому меньше процентов 30 ну потому что вы знаешь как бы во первых это же не эстетично ты там можешь упасть там коленку раздавать наш такой все шрамы там вот эти все там от падения них остаются сама ну все равно ну знаешь они мне кажется чисто вот покрасоваться короче берутся вы таких пентейлы как реально серфинг короче почти как с их ростом колоннику расписаны рисунки ну и принципе даже видал который реально что-то могут на этих пентейлы что-то принципе пытаются даже учиться но мало меньше скажи что самое нужное в лонборде кстати хотелось рассказать насчет защиты да не шлем же надо обязательно обязательно шлем чтобы на нем было крепление для для камеры по-любому это самая интересная тема вот и защита защита кстати самая первая тема которые ну самое нужное самое главное да но и почему-то все изначально пренебрегают сначала там деки всякие разные там приобретают там интересные там разные там подвески такую подвеску возьмут такую а защиту в последний момент может так с этой плохо ну я как бы на себе знаю что лучше потратить не на этом сколько там комплекса тысячу ли там две тысячи там локти колени в общем лучше потратиться на защиту чем потом стоять в очереди за локтевым суставом или колено чашечкой но можно слушать защиту приобрести ну все теперь пойдем катать александр а ты хотел бы принять участие скажем в соревнованиях по лонборду ну сюда да ну знаешь как тебя сказать каких-нибудь таких веселых заездок с призами конечно надо типа там видюшку показать там интересно посмотришь поворачь да по-любому таких веселых фиральдовских заездок с тремя местами интересными призами да почему бы нет что весело прикольно классно они вообще существуют вот допустим у нас в ростовской области можно поехать на такие соревнования ну по лонгу я кстати не слыхал а в том же таганроге я сам кстати выкладывал там просто но присталовая такое ну как как бы искать встреча что ли они знают типа там собираются люди там прям вот организована и показывает свое мастерство мне как-то в семнадцатом году выкладывал объявления все группы по этому поводу я сам кстати туда не попал работал но там знаешь не по лонгам там основном бмксеры бмксеры и скейтеры ну кстати их там очень много потом будут ролики потом идут самокатеры уж потом уже лонги лонги только-только начинает подниматься так что надо этим пользоваться смотри есть такая поговорка рыбак рыбака видит издалека вот к вам это применимо ну да тем более если он на лунге как же тут не заметить ну это знаешь это на какой-нибудь площадке там даже в человеку ну тоже катается дик на лавочкой ты проезжаешь и ты он как бы ты узнал внимание обращает и ты тоже понимаешь в английскую теме если он даже ну просто сидит до заметно конечно это работает эта тема поговорка стоит ли учить детей кататься на лонгборде обязательно обязательно не но это знаешь это у кого как это во-первых а во-вторых в разный период возраста кому-то сейчас хочется просто на велики катать кому-то просто на площадке бегать там что-то а кто-то уже ролики зашнуровывает у нас ну с возрастом и такая тема относительно но тогда конечно то что такое спортивное развитие безусловно классно это что-то значит как полет короче птицы то есть ты свободен у тебя вот и чистоты доска асфальт у тебя даже тормозов там не предусмотрено ты то есть управляешь своим телом да то есть получается ну это все скорость там силу толчка там разворот чтобы сбросить тоже скорости немножко и подслайдить чтобы еще сильнее сбросить это такая не знаю мне кайф короче реально советую тебя попробовать сегодня попробую дека только одна к сожалению не деки у меня три комплект один скажи а с чего вообще стоит начать обучение первое на первое с чего стоит начинать это нужно определить какая у тебя ведущая нога левая или правая есть несколько способов как это сделать ну первый например вот когда на кстати хотел сказать когда ведущая нога левая то есть левая впереди а правая сзади получается левая опорная правая толчковая либо правая впереди правая опорная левая толчковая ты левая отталкиваешься вот а правая всегда на деке и допустим первый способ как это определить какая у тебя нога будет впереди допустим вот представь идешь ты такой зимней погодкой такой тихая прикольная морозная и ну идешь идешь и видишь перед собой такую ледовую дорожку дети накатали и ты решаешь на ней прокатиться разгоняешься и делаешь ну шаг и вот когда у тебя будет ты вот какая нога у тебя первая пойдет левая или правая как тебе удобнее вот это вот будет у тебя на опорная либо левая либо правая либо можно еще но это конечно лучше показывать прям ну ну на практике второй способ например просто стоит человек да просто спокойно стоит ты подходишь к нему сзади и его как бы толкаешь спину и он раз только делает шаг либо левой ногой либо правой по любому делает шаг и вот какой ногой сделает шаг вот та нога у него будет и опорная соответственно получается либо левая сторонняя стойка либо правой она стойкой а вот ну еще есть еще есть кроме этих двух стоек кстати левая сторона стойка называются регуляр права сторон на 100 когда право я опорная называется гуфи есть еще такая две еще стойки рублей это разные бывает когда удобно ногу ставить сзади деки. Вот. Например, ты левую ногу ставишь сзади, правую отталкиваешься, правую потом ставишь вперед. Ну, это вообще такие специфические моменты. Либо правую ставишь сзади, левую отталкиваешься и потом ее ставишь вперед. Ну, это такие редкие темы, редкие особенности. Ну, бывает такое. Это уже кому как удобно. Потом просто человек становится на деку, ему, как у него пойдет, это уже определится по ходу практики. То есть, момент именно катки. И не как иначе. А как научиться держать равновесие? Вот я, допустим, уверен на 100%, что если я встану на доску, я просто не поеду, а упаду. Есть такая дисциплина, называется балансборд. То есть, берешь, например, ту же пластиковую бутылку, ну, желательно такую ровную, из-под пепси, что-то набираешь в нее воды, просто обычной, ложишь ее, например, как валик, получается. Берешь просто деку из-под любого комплита, без ничего, без подвесок, и становишься, как вот этот, в цирке. Вот так вот можно научиться. Кстати, это такие первые моменты, когда можно, кстати, есть такая тема, можно приколоться. Ну, вот так вот ты, как бы, можешь начать равновесие, если там вообще напряг у тебя с первыми шагами, ну, по лонборрингу. А равновесие, ну, если ты не заморачиваешься по балансбору, баланс не хочешь, там, как-то отрегулировать. Ну, как держать равновесие? Попробую, например, поставить лонг на такой, на песок, например, на траву, где он просто, в принципе, не покатится, и встать на него. Ну, попробую там, ну, как бы, там, подергаться вза-вперед, ощутить вот это, понять это движение, динамику, да? Потом можешь поставить на асфальт. Ну, когда определишься уже со стойкой, я думаю, уже потом уже можно и попробовать сдвинуться с места. Самая интересная тема, да. Это все на уровне, не знаю, спинного мозга. Ты не думаешь, это все вот ощущения тела, как бы, вот, ты чувствуешь это, понимаешь? Такие вот вещи. Думать тут много не надо. Уже думать это много времени занимает, а когда ты уже летишь, у тебя есть скорость все быстрее, быстрее. Ну, можешь, как бы, ее остановить. Так что все чисто телом, телом управляется. Александр, давай подведем итоги нашей сегодняшней беседы. Лонгборд. В двух словах, что это такое? Лонгборд это кайф. Катайтесь, все будет хорошо. Что можно сказать, ништяк вообще, классно, блин. Ну, это надо попробовать. Это надо реально на себе ищутить. Но самое главное, это защита. Да, наверное, да. Хотя, и многие перенебирают, сначала надо деку там, какую-то там, намутить крутячую. Но потом, так понимаешь, защита, это такой важный элемент. А так вообще классно, свобода, короче. Свободен, как птица, летишь, тормозов нету. Классно. Все, погнали катать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!